На одной волне с городом. Радио. Радио. Болтком. Сильвы, дорогие гости. Сильвы. Мировые премьеры. Я пойму. Блокбастеры Голливуда. Вот чёрт вас здесь подрайд. Здравствуйте. Все тайны и секреты кинозвёзд. Его дело. Это на жар. Билеты на лучшие фильмы. Но за искусство. Программа «Синема». Всем здравствуйте. Программа «Синема», которую сегодня, как и обычно, мы проведём вдвоём. Олег Пека и Владимир Веселов. Добрый день. Привет. Привет-привет всем. Наши планы, в общем-то, рассказать о премьерах. Собственно, там одна, по-моему, большая премьера на этой неделе. И мы уже, по-моему, в прошлый раз анонсировали поговорить, что такое вообще культура отмены. И применительно именно к кинематографу, какие сейчас здесь действуют правила, кто пострадавший, вообще правильно ли, что их отменяют. И каким это образом можно сделать. Кто из актёров находится в данный момент под обстрелом, и кто был под обстрелом, и прочее. Это, в принципе, да. Интересная тема, достаточно широкая. Посмотрим, что мы успеем. Ну и ещё, конечно, любопытно обсудить всевозможные новости кино. Ну, может быть, я действительно начну с таких печальных вообще перечня. Вот мне кажется, что с прошлой программы вот как-то печальные новости пришли вот о смерти режиссёра Айвана Райтмана, который снял и Охотников за привидениями, и Джуниоры с близнецами. И говорят, что он не успел снять комедию «Тройняшки», да, вот должна была быть. Да, про продолжение «Близнецов». Если в первых «Близнецах» снимались Арнольд Шварценеггер и Дэнни де Витта, и это само по себе, то есть если представить этих двух актёров, это уже само по себе выглядело комедией, то в третьей части было запланировано, что третьим «Близнецом» станет чернокожий актёр. То есть сначала говорили, что это, возможно, будет Эдди Мерфи. Но просто разговоры об этом фильме велись, дай бог памяти, уже лет пять или шесть, и его всё планировали-планировали, но так и не сняли пока. И неизвестно, возможно, его когда-нибудь всё-таки снимут, но в данный момент ещё из-за смерти режиссёра этот проект, видимо, отложится ещё дольше. Ну да, и он также был и продюсером Бетховена, и детсадовского полицейского, то есть очень много картин связано с его именем. Ну и в российском кино, то есть тоже такие очень печальные были известия о смерти Зинаиды Кириенко, очень популярные, скорее, там, в 60-е, 70-е годы актрисы, и Евгения Брик, вот, которая ушла из жизни тоже в возрасте 40 лет, это и «Оттепель», и «Стеляги». Я думаю, что все помнят вот начало сериала «Оттепель», когда с Евгением Цыгановым его, вот, значит, девушка Психанув выходит абсолютно голый, вниз спускается, сидит на лавочку, и там проходит, господи, ну, сейчас очень популярный тоже актёр, который на неё просто смотрит, не может понять, что это такое, это «Раннее утро». Вот это была Евгения Брик, супруга как раз-таки режиссёра этого фильма, сериала. Он теперь владеет Тодоровского, Валерия Тодоровского. Да, ещё умер композитор танцора диско Баппи Лахири, 69 лет уже, в принципе, такая, ну, культовая музыка, культовая картина 80-х годов, которая очень и очень нашумела. Ну, я хотел сказать по поводу Айвана Райтмана, опять же, что я тоже читал, что свои соболезнования выразил Арнольд Шварценеггер, потому что, если вспомнить фильмографию Шварценеггера, то он снимался не только в боевиках, но и в комедиях. И вот, собственно говоря, если посмотреть эти комедии, то подавляющее 99% из этих комедий, удачных, так скажем, снял именно Айван Райтман. То есть это «Близнецы», это «Джуниор» и это «Детсадовский полицейский». И вот именно в своей, ну, в Твиттере Шварценеггер написал, что он очень благодарит Райтмана за то, что он смог рассмотреть его комедийный талант. То есть в то время, как все видели в нём исключительно героев боевиков и предлагали именно такие роли. То есть до сотрудничества с Райтманом там были сплошные терминаторы, команды и прочее, прочее. То есть за что мы, конечно, Шварценеггера тоже любим, но, видимо, ему самому хотелось чего-то другого. И вот Райтман ему это как бы дал, и он ему за это очень благодарен. И он, ну, практически спас тоже карьеру Шварценеггера, когда были какие-то не очень удачные проекты. Вот как раз «Джуниор» и «Близнецы», они как бы давали новый импульс, новый толчок. И действительно, ну, показывали, что Шварценеггер не только узкопрофильный актёр, а ему подвластные другие жанры. Да, ну, ещё можно сказать, что вот сын Райтмана тоже стал режиссёром и перенял, так скажем, эстафету. И вот как раз в прошлом году вышел фильм «Охотники за привидениями», который является как бы продолжением, непосредственным продолжением второй части «Охотников за привидениями», которую снял Айван Райтман. И вот это продолжение снял его сын. То есть произошло такое, так скажем, перенятие, семейное перенятие мастерства. И после этого отец умер. Ну, это как-то очень кажется таким не случайным, не знаю, возможно. Но вот так интересно произошло. Буквально тоже вот на днях пришли новости о нововведениях с церемонии награждения Американской киноакадемии. Во-первых, впервые будет возможность голосовать в Твиттере. Меня это поразило. Но вот у меня ощущение, что это какой-то уже шаг отчаяния. То есть попытка дать возможность 20 раз в день отправлять сообщения в Твиттере, начиная вот со вчерашнего числа и до 3 марта. И результаты будут объявлены на самой церемонии «Оскар». Это попытка, если люди начнут голосовать, им наверняка будет интересно узнать результаты голосования. Ну и вот они хоть посмотрят церемонию. Мы же не будем говорить, в какой момент мы во время церемонии прочитаем. Всем придется посмотреть от начала и до конца всю эту церемонию. Но ощущение, действительно, что это какие-то такие отчаянные попытки хоть как-то спасти рейтинги. Ну, если вспомнить прошлую передачу, то тоже ратовал за то, что почему, мол, на «Оскар» они номинируют вот того же «Человека-паука», развлекательное кино, которое привлекает аудиторию. И я так посмотрел, что эту идею поддерживают очень многие. То есть о ней высказались и в Голливуде, в том числе, высказали свое недоумение, так скажем, отсутствие номинации у «Человека-паука». Об этом говорил и Кевин Смит, режиссер известный, и известный телеведущий Фэллон, кажется. Тоже недоумевал просто, говорил, почему вы это не делаете, почему вы стреляете себе в ногу, мол. То есть люди идут, то есть замшелы, академики, он так пошутил, что вот они сейчас проголосуют за какую-то там непонятную драму, а сами потом возьмут детей и пойдут смотреть «Человека-паука». Вот, то есть, ну, очевидно, что эта идея как бы не на пустом месте появилась, и чтобы как-то движение отразить, видимо, в «Академии» решили, что надо как-то вот... Поэтому они и разрешили, они же разрешили голосовать за любой фильм, даже за тот, который не входит в десятку их номинаций. То есть, ну, очевидно, что в этом голосовании наверняка победит именно «Человек-паук». Вот, поэтому, наверное, тогда восторжествует справедливость. Я очень хорошо помню, что, по-моему, был, когда Кевин Харт в ведущем церемонии «Оскара», у него даже была очень смешная шутка. Он рассказывал, ну, вот, обращаясь к предстоящим в зале, говорит, вот вы такие снобы, вот, а давайте посмотрим, что народ любит. И тогда был показан, ну, вот ролик, когда он выходил на улицу, спрашивал людей, что самый лучший фильм года, и там, ну, я думаю, что, может быть, это было подстроено, «Белые цыпочки». Ну, вот это тогда, значит, была жутко дурная комедия про двух темнокожих полицейских под прикрытием, которым пришлось загримироваться в двух белых таких расфуфыренных дамочек. И вот, ну, вот он говорит, вот, смотрите, вот, народ выбирает вот такое кино, а не то, что вы там сейчас вручаете. И вот я думаю, что это тоже какой-то такой жест в эту сторону. И еще одна новость, то, что будет три ведущих церемонии. То есть, и причем это все будут женщины. Реджина Холл, Эми Шумер и Ванда Сайкс. Вот сообщают организаторы. И причем две из них афроамериканки. Ну, здесь все соблюдено, да. Еще и Эми Шумер достаточно, ну, такая, как бы, бодипозитив такой, как бы, тут все соблюли необходимые, значит... Да, веяние времени. Времени. Кстати, вот о провеянии времени тут, не знаю, может быть, ну, успеем еще до отмены вот обсудить немножко тизер сериала «Властелин колец», который показали перед Супербоулом. И там ведь тоже появился темнокожий лесной эльф Арандир. Его сыграл Исмаэль Круз. И, ну, фанаты, дескать, стали возмущаться и говорить, что у Толкиена вообще-то, ну, ничего подобного не было. И это уже какие-то, ну, попытки в жанре, в русле политкорректности вот вносить какие-то изменения в канон. Там, на самом деле, не только в чернокожем эльфе дело. Там, на самом деле, очень много претензий. Во-первых, там появились эльфы с короткими стрижками, что, в принципе, фанатам Толкиена просто резануло, и профи с глаз у них, потому что они возопили. Как же так все эльфы, классические эльфы с длинными волосами, там, локонами белыми и прочее. То есть, а там какие-то короткостриженные, непонятные. Это раз. Во-вторых, появились постеры гномов, и в том числе гномов женщин. И если кто не в курсе, то у Толкина женщина-гном, в принципе, практически ничем не отличается от гнома мужчины. Она еще и бороду носит гном, женщина-гном. Вот. А на постере, конечно же, очень милая дама, причем тоже афроамериканской, как бы, наружности. Да, и никакой бороды у нее, конечно же, нет. Потому что, я думаю, если бы сделали бородатую женщину, то там был бы скандал еще почище. Но, собственно говоря, и безбородая женщина тоже вызвала скандал теперь, соответственно, среди фанатов Толкина, потому что это тоже не канон. В общем, там еще будет поводов для крика, я думаю, будет более чем достаточным. Ну, и там оттоптались по названию, это «Властелин колец, двоеточие кольца власти». Ну, так и, в принципе, это действительно вариант, полная калька с английского. Но уже издеваются там «Звездные войны», «Войны звезд». Ну, то есть, ну, как бы, начинают переделывать все это. Ну, то есть, что это за масло масляное? То есть, насколько это звучит совершенно дебильно и как-то очень режет слух. Ну, и учитывая, что в этот амбициозный проект вложили там, по-моему, что-то в районе миллиарда, поскольку только права стоили 250 миллионов. То есть, там какие-то астрономические вещи. Я думаю, что сейчас Амазон немножко напрягся, потому что, ну, времени на какие-то переделки, пересъемки уже, я понимаю, нету. Необходимо как-то оправдать ожидания фанатов. Но еще раз напомню, что это предыстория. То есть, то, что происходит до «Хоббита и Властелина колец», обещают, что здесь в этом сериале, поскольку он будет на подростков рассчитан, не будет, как в «Игре престолов» сцен секса и насилия такого откровенного. То есть, все будет очень в рамках приличия. Ну, и такая, как бы, первая попытка представить этот тизер, я понимаю, вызвала такие большие споры. Только один список. Там актеров, по-моему, просто зашкаливает. То есть, там десятки персонажей, если не сотни. То есть, там какие-то совершенно компьютерные спецфиксы. Ну, то есть, вот чувствуется, что это очень и очень масштабный проект. Ну, амбиций много. Посмотрим, что получится. Но, мне кажется, преждевременно думать, что, ну, все, раз фанаты, там, какая-то фанатская группа возмущается, значит, все, проект провалился. То есть, количество фанатов, таких ярых, прямо фанатов Толкина, не так прямо велико. Тем более тех, а еще тем более тех, которые читали какие-то вещи, кроме, собственно говоря, непосредственно «Властелина колец». То есть, я вот прочитал «Властелина колец», но все эти остальные после истории, до истории я не читал. Как бы, это очень своеобразная чтива, поэтому я не стал этому посвящать время. И я думаю, что большинство так. Им, в принципе, не очень важно, насколько там соответствие текстам. Поэтому главное, чтобы было зрелищно. А там посмотрим. Если это будет соблюдено, то остальное будет не так уж и прямо важно. Премьера, да. Вот, ну, два слова. Вот выходит единственный фильм «Анчартед» на картах не значится. Картина с Томом Холландом, собственно, и Марком Олбергом. Том Холланд – это сейчас нынешний «Человек-паук», то есть топовый актер, топовый молодой актер, так скажем. И у него, ну, достаточно там много, судя по трейлеру, всевозможных трюков, очень такая попытка сделать что-то вроде «Индианы Джонса» и «Пиратов Карибского моря». То есть прямо вот в соединении. Ну, и говорят, и Лара Крофт, вот это вот. Ну, то есть развлекательное кино, приключенческое, с поиском сокровищ, с какими-то, ну, такими вот антуражами экзотическими и прочее, прочее. Ну, и важно тоже напомнить, что сказать, что это экранизация компьютерной игры. Ну, возможно, кого-то это отпугнет, кому-то наоборот станет интересно, но вот это факт. То есть фанаты, насколько я читал какие-то отзывы, фанаты игры уже тоже недовольны. То есть фанаты всегда недовольны, практически бывают. Но, в принципе, пишут, что развлекательная составляющая фильма, она хороша, вот так скажем. То есть какое-то соответствие именно канонам игры, оно, соответственно, не очень хорошо, поэтому фанаты выражают возмущение. Но нам, как не фанатам, в принципе, достаточно и того, что это будет хорошее развлекательное кино, на которое можно будет в выходные пойти с семьей и насладиться. Кстати, я забыл еще добавить, там же играет третья звезда, это Антонио Бандерас. Он там играет злодейскую роль. И вот интересно, что его карьера так описала круг. То есть когда он появился только в Голливуде, ему пришлось начинать с роли отрицательных персонажей. Он же играл в фильме «Убийцы» с Сильвестром Сталлоне, вот противника Сталлоне. Он играл в интервью с «Вампиром», он там играл какого-то нехорошего «Вампира». «Вампира», да. Так что вот сейчас как бы его карьера как будто бы описала полный круг и снова вернулась на злодейские круги своя. Но, тем не менее. В американском прокате «Смерть на Ниле» с 12 миллионами. Ну, не ахти, чтобы какая-то была большая сумма, но на первом месте. На втором месте вот «Jackass Forever» — это возвращение через 11 лет очень, ну, знаменитого экранизации, знаменитого шоу MTV. И «Мэри Ми» вот с Дженнифер Лопес, да. К сожалению, так на третьем месте и даже непонятно. Хотя вот на, по-моему, 14 февраля он вырвался на какой-то момент, на первое место. Но в общем зачете он на третьем месте. Вот это, ну, такие самые распоследние новости. Теперь, наверное, можем переходить к большой теме. Да, ну, я еще хотел сказать новость, что меня порадовало, что режиссер фильма «Дюн» Вильнев написал, что работа над второй частью началась, что съемки начнутся в конце лета, что сценарий у него уже есть. То есть все, как говорится, чики-пики, то есть фанаты замерли и могут ожидать. Потому что после первой части была какая-то такая, несмотря на общий такой восторг, в принципе, была какая-то непонятная ситуация, не было однозначного ответа, будут ли снимать продолжение. Ну, вот вроде как этот ответ получен, что снимать все-таки будут. Ну, соответственно, когда это произойдет, непонятно, потому что все-таки проект масштабный, поэтому съемки могут занять и год, и полтора, и два. Но все-таки можно ждать и надеяться. Ну, значит, все-таки, ну, то, что лед тронулся, господа присяжные заседатели, то есть это уже радует. Ну, вот смерть на Ниле мы когда обсуждали. Да, можно, да, перейти, собственно говоря, к теме и объяснять, что такое культура отмена в Болливуде. Ну, я не знаю, ты хочешь сказать или мне объяснить? Нет, ну, скажи, да, я просто хочу сказать, что вот смерть на Ниле, когда мы в прошлый раз рассказывали об этом фильме, как раз мы уделили внимание тому, что картина очень долго шла к зрителям, еще и по, ну, вот очень важной причине, поскольку в этом фильме был задействован Арми Хаммер, актер, который, ну, сыграл там одну, все-таки, из центральных ролей, он же вот этот главный персонаж. И в свою очередь вот начался с ним скандал, его обвинили в насилии, неподавающем обвинении, поведении. Это было буквально вот год назад, в январе 21-го года, и появились фрагменты переписки, где он называл себя стопроцентным каннибалом, говорил о желании пить кровь, какие-то, значит, очень такие неприличные сексуальные фантазии. Девушка там одна сообщила, что он ее изнасиловал и избил. В общем, понеслась такая волна против него, и возникла очень такая непонятная ситуация, то есть что делать? Это бросает тень на картину с его участием. Очень хорошо помню, когда и после аварии Михаила Ефремова еще продолжали выходить фильмы и сериалы с его участием, и тоже оказались создатели этих картин в очень странной ситуации. Что делать? Каким образом делать вид, что ничего не произошло? Или как-то извиняться и говорить, что это разные вещи. То есть личность актера и его образ на экране. Чтобы не переносился негатив на сам продукт, созданный этим актером. Ну и я понимаю, что решили таким образом сделать паузу, чтобы просто этот скандал немножечко забылся, чтобы как-то ушел на второй план. Да, потому что Арми Хаммер в это время отправился в клинику реабилитационную. Он вроде как из нее вышел. Вроде там чуть-чуть общественное мнение, чуть-чуть накал спал. Жена от него уходила, теперь вроде как она вернулась. То есть сглаживаются потихоньку, углы сглаживаются, и уже могут возвращать этот фильм. Хотя, собственно говоря, сам актер надолго, наверное, останется теперь, если вообще не уйдет из кино или очень надолго пропадет из него, так скажем. Ну и вот, собственно говоря, он стал жертвой вот этого явления, которое называют вот «council culture» или «культура отмены». Что это такое? Да, ну, собственно говоря, я хотел начать с того, что в одной из прошлых передач мы говорили, чем отличаются звезды прошлого от современных. И в том числе тем, что... Почему нынешние продюсеры и киностудии не обращают... Ну, не тратят столько денег на суперзвезды и прочее. В том числе и потому, что современные звезды очень часто, так скажем, допускают какие-то ошибки, и после этого получается... То есть ухудшается общественное мнение о них, и студии просто прогорают, вкладывая деньги огромные в гонорары и прочее. То есть если раньше какой-то знаменитости... То есть раньше голливудские небожители были практически недоступны для простой аудитории, так скажем, о них писали там разве что газеты, то теперь благодаря соцсетям, благодаря тому, что у звезд у самих есть доступ, и они сами часто занимаются тем, что что-то пишут, что-то выкладывают фотографии, и они, собственно говоря, часто попадают в просак, как и любые люди, собственно говоря, доказывая, что они просто обычные люди. Но ты знаешь, я хочу сказать, что, в принципе, ведь и в прошлом были такие примеры, ну, такой самый яркий, наверное, это был с «Битлз», когда в 1966 году Леннон тоже вот в интервью очень как-то сказал, что мы популярнее Иисуса Христа, ну, ляпнул. И это просто, значит, взорвало. Тогда у него должно было быть американское турне. И сжигали там пластинки «Битлз» публично, и призывали не посещать их концерты. И тогда вот, ну, тоже вот это был большой скандал, и ужасно испугались. Не, ну, нельзя глупо говорить, что это явление только вот современное, и раньше его не было. Естественно, оно было так, что и звезды уходили из бизнеса, потому что была репутация испорчена и еще что-то. Но просто тогда за этим, так скажем, не стояло такое именно целенаправленное общественное движение. То есть, и мне кажется, это вот культура отмена, это как бы, если поставить на линию, вот, чашу весов, именно безнаказанной звезды, вот как раньше была такая безнаказанность, все считали, то полной его противоположностью является именно культура отмены. То есть, в принципе, вроде как изначально это явление вроде как даже и положительное, потому что не дает звезде зазвездить, так скажем, и начать вести себя как-то уже очень неправильно и очень вызывающе, и очень, ну, по-хамски, так скажем. Но, как и любое часто явление, которое начинается с чего-то хорошего, заканчивается все очень неоднозначно. Потому что нынешняя культура отмены, я бы даже и культурой не назвал, это скорее такой бескультуре отмены, как это ни парадоксально звучит, потому что чаще всего это, если вот так вот сформулировать, что такое культура отмены, это такая общественная травля. Общественная травля знаменитости при помощи соцсетей, при помощи каких-то петиций и прочее, обращенная в том числе направленная на то, чтобы эту знаменитость лишили работы, лишили каких-то рекламных контрактов, в конечном итоге лишили денег. Вообще стерли, ну вот стерли вообще из культурного поля, то есть вот имя его вычеркнули. Отменили, отменили, собственно говоря, поэтому и называется культура отмены. Ну и, соответственно, я не знаю, если так вот я примерно прикинул, о каких звездах можно говорить в рамках культуры отмены, даже тут, ну, можно вспомнить, то есть до того, как это стало мейнстримом, так скажем, наверное, культуре отмены подвергся Мэл Гибсон. Такой вот, насколько вот на моей памяти первая знаменитость именно так целенаправленно. То есть актер и режиссер, отличный актер и отличный режиссер, в принципе, если кто не знает. Он, ко всему прочему, такой прямо очень ярый католик, но еще и немного алкоголик, так скажем. Поэтому неоднократно его ловили за вождением в пьяном виде. И вот сколько лет, 10 назад его также поймали, и он начал возмущаться, начал и позволил себе достаточно резкие какие-то антисемитские высказывания. Ну и, то есть, если алкогольные какие-то такие приключения звездам еще прощаются, то, собственно говоря, такие вещи, как он там наговорил, а, ко всему прочему, он еще был замечен в домашнем насилии, когда он на свою девушку по телефону звонил девушке и угрожал ей. То есть все это в совокупности привело к тому, что его, собственно говоря, попросили из Голливуда, и лет на 10 он, собственно говоря, и пропал. Да я бы сказал, что ему так и не удалось, в общем-то, восстановить свои прежние позиции. Он стал полностью не рукопожатным, то есть снимали, ну, все его перестали снимать, ему не давали, его перестали снимать, ему самому снимать не давали, но в данный момент он вернулся все-таки, как ни крути, он вернулся, он снял один замечательный фильм по соображениям совести, например, и он снимается тоже в кино, но, конечно, уже не в таких масштабах и не в таких хороших работах, как мог бы, то есть он сейчас, как актер он превратился в актера категории «Б», так скажем, перешел чуть-чуть. Но это вот, если говорить, и если говорить вообще о том, почему актеры могут подвергаться культуре отмены, то тут целый список, то есть что может сделать звезда такого, чтобы вот прямо так целенаправленно на нее, значит, началась охота, да, то есть это, главным образом, это любые виды дискриминации, высказывания о дискриминации, ну, вот классические, которые мы все, наверное, знаем, это расизм, сексизм, гомофобия, бодишейминг, это вот когда худые говорят о том, что толстым не место, ну, и прочие, короче, высказывания о каких-то нестандартных фигурах, да, потом эйджизм, это когда высказывания о возрасте, то есть кто-то там слишком старый для этой роли, кто-то там слишком молодой для роли, то есть все это может стать причиной для того, чтобы устроить какую-то культуру отмены. Еще есть ранкизм, это дискриминация по социальному положению, то есть если звезда зазвездится и скажет, ну, вы там какие-то нищеброды, а я тут, значит, на яхте катаюсь на Сейшелах, вот, то, собственно говоря, тоже отличный повод для того, чтобы, значит, устроить охоту. Вот, и есть еще, так, эйблизм, это, собственно говоря, дискриминация инвалидов, тоже такое может быть. Ну, и какие-то, то есть еще надо понимать, что часто вещи говорятся не только вот в данный момент, и после них начинается какая-то вот травля и прочее. А раскапываются какие-то старые записи, старые какие-то вещи, видео, фрагменты, где звезда допустила какую-то оплошность. Причем, возможно, в то время это не было чем-то ужасным. Но вот сейчас в связи с новыми веяниями это уже как бы что-то не очень хорошее. И тут вот есть такая вещь, как Blackface. Например, в Америке была целая культура, когда афроамериканцев играли белые. То есть им мазали лица черной краской, и они исполняли роли афроамериканцев. И часто это было так достаточно уничижительно, и поэтому сейчас это крайне негативно воспринимается. Но от этого ответвляется такая вещь, как вообще негативное отношение в нынешней американской культуре, когда роли каких-то нацменьшинств, так скажем, ну, я не знаю, считается ли там это нацменьшинств, исполняют... То есть когда роли индейцев исполняют белые, например, или когда роли афроамериканцев исполняют недостаточно черные. То есть сейчас тоже было такое, когда актриса, которая, в принципе, является афроамериканткой, по крайней мере, один из родителей, точно афроамериканец, она достаточно спуглая, но была вынуждена извиняться за то, что она недостаточно черная для этой роли. И для нас вот по эту сторону океана это звучит очень странно, но там это вполне себе актуально, и актриса была вынуждена перед всеми не то что извиняться, но как бы объясняться, что да, я тоже считаю, что эту роль могла бы сыграть актриса более афроамериканского происхождения, но вот она досталась мне так вот, извините, простите. Ну и еще есть тоже такая вещь, как культурная апроприация. Это тоже очень занятная вещь, которая нам кажется вообще достаточно дикой. Это когда представители культуры определенной эллирации используют одежду, прически и прочие представители другой расы или культуры. Образно говоря, если белая женщина сделает себе афрокосички в Америке, ее могут за это вполне зашемить, так скажем, в соцсетях с формулировкой того, почему ты используешь, собственно говоря, стиль, который создан афроамериканцами. То есть и такие вещи были, то есть на полном серьезе были разборки, были претензии к тому, что какие-то звезды используют цвета, которые характерны для африканской культуры, или элементы одежды, которые используются в другой культуре. То есть это все вполне реально в современном мире, вполне реально на этом основании, только устроить разборки, устроить какие-то скандалы. И это все тоже может стать причиной для того, чтобы организовать какую-то массовую кампанию в сети с целью того, чтобы повлиять на рекламодателей и прочее. То есть звезды теряют контракты только на основании, казалось бы, таких вещей. Ну а я хочу просто обратить внимание на то, что вот этот какой-то действительно путь, который совершила культура отмены от моментов, когда в самом деле это выглядело как борьба за справедливость, но с тем же самым Харви Вайнштейном. Действительно, очень долгое время его такое, скажем, ну мягко говоря, непрофессиональное поведение, когда он, ну используя свою власть, действительно неограниченную власть продюсера, он может дать роль актрисе, а может и обойти ее стороной. И он использовал это для того, чтобы добиться расположения женщин. Ну вот такой он человек. То есть он им открыто намекал, что они получат роли, и только если вступят с ним в сексуальную связь. Или, ну, приглашал их, там, не говорил это открыто, но приглашал их якобы на какие-то читки в отель, где он появлялся в халате и начинал, значит, с ними заигрывать. И, конечно, вот эти моменты, ну вот актрисы боялись рассказывать, потому что, ну, они вообще не понимали, вот, ну, что с ними произойдет дальше. Вдруг их перестанут вообще приглашать на роли. Ну, вот Харви Вайнштейн сможет отомстить таким образом, что он использует свое влияние, давление для того, чтобы их преследовать. И поэтому, когда этот скандал выплеснулся наружу, и тогда вот очень многие, ну, стали действительно открыто рассказывать, кто-то говорил, что вот почему они сводят счеты только сейчас. Ну, тогда вот, там, 5-10 лет назад, в самом деле ведь времена были другие, и отношение было совершенно другое. И тогда, ну, вот выглядело, по-моему, это было, ну, лет 5 назад, когда вот с Харви Вайнштейном этот скандал разгорелся, это выглядело, ну, как бы, действительно борьбой за справедливость. Вот мы сейчас все-таки можем открыто сказать, мы можем осудить человека, который был, ну, вел себя недостойно. Мы просто не будем пожимать им рук, ну, и тем более, что вот он должен был ответить и по закону, и в самом деле он сел. Но в какой-то момент вот эта вся история, она просто вышла из-под контроля, и она вызывает уже отрыт даже вот у таких сдержанных людей, как там, например, Брайан Крэнстон, вот звезда во все тяжкие, он тоже, ну, разводит руками и говорит, ребята, ну, все-таки мне кажется, что мы должны, ну, быть более снисходительными, менее категоричными. Ну, хорошо, человек совершил какой-то недостойный поступок, он извинился за него, он, ну, пообещал, что он больше не будет, ну, давайте, ну, тогда, ну, прекратим эту травлю. То есть, ну, вот каждый может ошибиться. Это явление превратилось в такую своеобразную дубину, которая лупит теперь просто без разбору. Кибербуллинг, ну, в принципе, вот этот, я бы так это назвал. Да, причем поводы становятся все какие-то менее, ну, оправданные, потому что, действительно, Харви Вайнштейн совершил очевидное преступление, да, вот он сидит. Но, опять же, можно сказать, что он единственный из большого списка, например, звезд, которые подверглись такой травле и прочее, он сидит единственный. Единственный, и только его дело дошло до суда. Потому что второй человек, который, вот можно вспомнить о таких вещах, это Кевин Спейси, актер, замечательный актер, замечательный драматический актер, который подвергся тоже такому обвинению в насилии, плюс прямо практически в педофилии, потому что его обвинил несовершеннолетний мальчик в том, что он к нему домогался, и после этого посыпались обвинения от работников съемочных площадок, где он работал, о том, что просто он им проходу не давал. И, в принципе, актер просто оказался в такой опале, что он полностью пропал со всех экранов. Мало того, его вырезали из уже готового фильма, то есть, да, о чем мы говорили. «Все деньги мира». Да, «Все деньги мира» был снят фильм, где он играл не главную, но такую достаточно заметную роль, и студия пошла на беспрецедентный шаг, она полностью вырезала эти сцены, наняла другого актера и пересняла все эти сцены с другим актером. Причем о Кимнерспрессе были вынуждены заплатить. Собственно, гонориару никто не отменял. И плюс его выгнали из популярного сериала «Карточный домик», насколько я понимаю, именно из-за этого. То есть, и он все, он пропал, он больше не снимается. Но при этом никакого дела, никакого... То есть, несмотря на то, что обвинения звучали прямо вот хором, никакого криминального дела так заведено и не было. То есть, никто до полиции, видимо, не дошел, или полиция почему-то, проверив все вот эти многочисленные, как уверяют случаи, не нашла состава преступления. То есть, по факту мы имеем, что человек был обвинен, человек был заклеймен, человек был изгнан из общества, подвергнут какому-то астракизму такому, а на деле, как бы, доказанной его вины так и нет. То есть, это, соответственно, говорит о том, что такое явление уже становится опасным. Ну, то есть, получается, что без суда, без того, что, ну, если человек совершает какое-то правонарушение, то давайте это доведем до суда, и он должен по суду ответить. То есть, он должен или заплатить штраф, или там какое-то будет заключение, или условное, но это будет, ну, наказание. И, в принципе, ведь человек, который отбыл наказание, он считается, ну, что вот он искупил вину. А здесь получается, что голословное какое-то, ну, обвинение, и оно влечет за собой очень такое негативное отношение, даже если это может быть какая-то шутка, может быть, удачная, неудачная, но всегда вот, ну, например, закрылся блог очень популярной ютюберши, там, Дженны Марблс, Марблс, потому что она пародировала людей азиатского происхождения, значит, там изображала некий минаж с автозагаром, и это сочли, ну, по идее, это пародия, но человек, который, например, пародирует, ну, я не знаю, Роберта Рождественского и начинает так слегка заикаться, как Роберт Рождественский, неужели он издевается над всеми заиками? Ну, то есть, ну, как бы, вот, ну, какие-то здесь уже мы вступаем на очень-очень скользкую. Да, поэтому говорят, что, например, в современном мире такие, такой жанр, как пародия, вообще практически вымирает, потому что невозможно снять пародию, никого не обидев, то есть фильмы уровня голого пистолета, например, вообще построены на каких-то таких едких пародийных и комедийных моментах в отношении кого-то, всегда кого-то там, либо старых людей, либо молодых, либо женщин, либо мужчин и прочее. И если искать, на что обидеться, то обидеться можно всегда найти, на что. Ой, да, ты знаешь, что... Да, я просто хочу привести классический просто пример. Вот Мэтт Дэймон, он вообще не... Он славится тем, что он полностью отсутствует в социальных сетях. И, значит, ну вот казалось, что вот благодаря этому рецепту он становится неуязвим. Даже вот Вашингтон-Пост, когда писала, ну вот об этом, почему Мэтта Дэймона невозможно отменить, был даже такой шутливый заголовок о нем. И тем не менее, вот он ухитрился дать интервью, и в этом интервью вот просто человек разоткровенничался и стал говорить, что да, вот я тоже меняюсь, и я только недавно перестал называть, значит, людей нетрадиционной ориентации на букву «Ф». Но у нас это, значит, аналог на букву «П». И говорит, что вот я... Ну и вот он как бы разоткровенничался, что вот дома его дочь стала ругать, и папа, как ты смеешь, вообще это неприлично. Говорит, да, и вот я задумался и понял, что это нехорошо. То есть он хотел себя выставить в положительном свете. В результате то, что он признался, что он когда-то называл, значит, на эту нехорошую букву словом, это моментально вызвало гнев общественного мнения. Ну то есть человек уже даже в соцсетях нигде не был. Ну то есть вот он ухитрился, разоткровенничавшись, причем вот именно не то, что он это делает, а делал раньше, признаться. И это сразу же вызвало просто страшную волну ненависти, и ему пришлось оправдываться в верайте. И он, в общем, чуть ли не говорил, что я вырос в Бостоне, и вот это слово, оно звучало на улицах просто, я даже не знал, что оно значит. Вот с детства просто, ну обзывались и обзывались. Ты начинаешь как мальчишка повторять за взрослыми парнями, и это слово к тебе прилипает. И вот ему пришлось вот каяться, посыпать голову пепла. Ну и я могу сказать, что, допустим, правильно ты сказал, можно даже попасть под огонь критики, когда ты чего-то не делаешь. То есть не только когда ты что-то делаешь, а когда ты не делаешь. Потому что когда умер актер, который играл у Марвелов Черную Пантеру, я сейчас не помню, как его зовут, то есть все выразили свое сочувствие, все выразили скорбь. А пару, я не помню, кто из исполнителей главных ролей не написал в своих соцсетях ничего по этому поводу. И это уже это, то, что человек не написал о том, как он скорбит по поводу смерти этого актера, уже вызвало негативные отношения, уже тут же фанаты высказались, а почему вот он недостаточно, или недостаточно скорбит, или вообще не скорбит, ну и, соответственно, там уже можно было о чем угодно, в чем угодно обвинить человека, только на основании того, что он не сделал то, чего вот общественный... Чедвик, да, по-моему, это... Фамилия Чедвик была. Да, то, чего общественность ждет. А ты знаешь, ведь это напоминает, вот мне кажется, Северную Корею, вот когда умер Ким Чен Ир, были... Сегодня, кстати, вот день рождения Ким Чен Ира, почему-то я вспомнил. Были тогда, ну, по-моему, в западной прессе даже писали о том, что были аресты тех, кто недостаточно скорбел, вот, ну, по поводу смерти Ким Чен Ира, то есть выявляли сразу, вот ты не рвешь на себе волосы, ты не кричишь, ты не плачешь, значит, ты подозрительный человек, значит, тебя нужно посадить в тюрьму. То, что кажется комедией, оказывается фарсом, а потом трагедией, как-то так там было. Ну, вот это тот самый. Ну, и, соответственно, время заканчивается, но я просто хотел еще перечислить тех, кто так или иначе был жертвой культуры отмены, потому что мы сказали о некоторых, но их-то намного больше. То есть Майкл Джексон – классическая, опять же, ну, можно сказать, жертва, потому что обвинения есть, обвинения в педофилии, достаточно серьезные обвинения, и снимают фильмы о том, как он виновен, но доказательств пока так и нет. Пока, к счастью для Майкла Джексона, он умер, и сейчас ему не приходится как бы нести какую-то ответственность и оправдываться и прочее. То есть пока это все так. Вуди Аллен. Да, и звучали призывы о том, что почему музыка Майкла Джексона до сих пор звучит еще в радио. То есть, по большому счету, получается, люди не только сами негодуют, они хотят заставить вычеркнуть... Ну, это, опять же, вот этот максимализм, потому что не только человек, надо вычеркнуть его творение. Ну, творение-то, в общем-то, ничем не виновата. Песни Майкла Джексона ни в чем не виноваты, даже если Майкл Джексон, на самом деле, виноват в том, в чем его обвиняют. И неужели они станут хуже от того, что мы узнали о том, что Майкл Джексон недостаточно порядочный человек, а мы еще, собственно говоря, и доказательств этого еще нет. Точно так же, как с Води Аленом, да, фильмы его сейчас в Америке, к сожалению, он не может найти даже спонсоров, инвесторов, которые ему приходится пользоваться европейскими деньгами для того, чтобы снимать кино. Его тоже обвинили в педофилии, тоже тут же актеры, которые еще вчера снимались в его фильмах, тут же высказались о своем неодобрении, то есть это такие удары в спину, просто классические, ну, тоже сомнительные. Кто еще? Джон Траволта тоже был обвинен в том, что он сексуально домогался у массажистов, мужчин причем, и в последнее время, как мы заметили, он не очень-то особо снимается, тоже пострадал, можно сказать, от этого. Так, ну, Кевин Спейси мы говорили. Джонни Депп, вот тоже классический пример, он, к счастью, не в педофилии, но он обвинялся в домашнем насилии, то есть молодая жена винила его в том, что он алкоголик, и в приступах алкоголизма ее избивал, вот, и, в принципе, все тут же встали на ее сторону, все тут же, значит, начали критиковать Джонни Деппа, потом, начиная, а через какое-то время начали вскрываться подробности, и оказалось, и в том числе, благодаря тому, ну, Джонни Депп тоже смог предоставить какие-то доказательства, что Эмбер Хёрд, это вот его жена, она сама, собственно говоря, не девочка-цветочек, и сама, в принципе, вполне может за себя не то, чтобы постоять, но еще и двинуть ему, то есть ее действия, судя по тому, что описывал Джонни Депп, тоже вполне тянут на обвинение в домашнем насилии. И при этом общественное мнение по-прежнему на ее стороне, только, наверное, на основании того, что она девушка-женщина, а он вот мужчина, поэтому он до сих пор не может доказать свою невиновность, и точно так же он потерял роль Джека Воробьяст в «Пиратах Карибского моря». И в «Фантастических тварях», да, в «Фантастических тварях» тоже. Нам показывают, что просто уже пора завершать программу, но просто хочется, подводя итог, сказать, что, наверное, этих сейчас пострадавших становится так много, что вот, ну, я надеюсь, что вдруг в какой-то момент все-таки, ну, станет ясно, что если каждый второй вот у нас обвиняется, то, наверное, что-то не так в датском королевстве, нужно в этой обсерватории что-то поправить. Я очень на это надеюсь. Вот, тема болезненная, мы, наверное, к ней будем еще обращаться. Спасибо большое. Это была программа «Синема». Владимир Веселов, Олег Пека. До свидания. На одной волне сгор.